Приветствую вас! Меня зовут Евгений Додолев, в эфире программа «Золотая рыбка» и в гостях у нас сегодня генерал. Генерал от кинематографа Михаил Жигалов. Я решил, что все-таки лучше вспомнить генеральскую роль, чем роли уголовников и алкоголиков. Когда все-таки генералы играете, то есть проникаетесь с ощущением величия ремесла Боинского или нет? Не знаю я. Вот сколько лет, я столько их перевел, но я никогда не играл генералов. Я вообще не знаю, что это такое. Разве не было генералов? Да навалом. Вплоть до генерала армии. Вот именно. Но я не говорю, что я не играл генералов. Я играл людей в этом смысле. Не играл погонами. Очень любопытно, конечно, что людей в погонах, причем в таких погонах, приходилось играть после того, как в биографии были ведь такие эпизоды, когда вас на улице ловили просто милиционеры настоящие. В нерамках игры. То есть настолько образ разыскового милиции отпечатался в умах. Вообще это было, конечно, тяжелый был момент. Вот это время, когда после Петровки 38, года три, наверное, были бандиты, алкаши. И всякое самое. И вплоть до того, что я уже не знал, как выкручиваться. Потому что, ну, я уже хотел, ну как, а как бороться? Отказываться? Потому что вот предлагали только вот все вот. Ну, типаж уже. Да, да, да. Попали в типаж, да. И, ну, и уже, ну, сначала у меня Михаил Андреевич Голузский, я уже хотел, ну, все, добро отказываться, он мне по шее надавал. А мы, он, мы с ним один спектакль играли в «Современнике», «Симоновский». И шли как-то, как дела, чего ты там. Ну, мы были в очень хороших отношениях, много снимались на телевидении вместе. Я говорю, вот такая вот история, я говорю, не знаю, сейчас тут опять предлагают играть. Ну, я уже это играл, все, буду отказываться от них бандитов. Он говорит, чего, 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 чего. Я говорю, ну как вот буду. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А у тебя что, бандитов алкаши? И что? Я говорю, ну как, что же, сколько можно. Так, 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 так. А что-то другое есть? Я говорю, нет, вот сейчас нет предложений. Значит так. Так, вот звони и соглашайся. И брось вот эти, чтобы я этого больше не слышал. Это вот, ты профессионал. Ты понимаешь, что такое профессионал? Я говорю, ну что, ну как? Вот это вот, значит, ты работаешь за деньги. Ты своим трудом должен обеспечить комфортную жизнь себе и своим близким. Ты это понимаешь или нет? Или ты будешь отказать, я не хочу, я это уже играл. Все вот это кокетство. Это, брат, не надо. Знаешь, он как говорил? Он говорит, вот актер, это как старатель. Вот. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк, жилочка. Ага, моя. И тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Вот, да, ты бандит, но пусть все знают, что бандитов ты играешь. Во! Это твоя жилочка. Да, нападешь, вдруг рассыпи, вдруг все. Можешь выбирать там, выбирай. Ну, а это кончится. А жилочка тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. И семья сыта, и ты сыт, и обутодет. Так что ты это брось. Эти вот все эти. Вы любите повторять, что на кинематограф где-то 10% усилий и времени? Уходит, и при этом 90% заработка. А в театре ровно наоборот. Это только у вас так, или это вообще такой расклад в профессии, что кино приносит деньги, а на театр надо гробить время? Ну, сейчас это уже как бы изменилось, это соотношение, но раньше было точно. Почему? Я абсолютно уверен, говорил, что у нас нет профессионального, не было профессионального театра. Потому что если вот с этой точки зрения, что такое профессия, и ты профессионал, ты должен на эти деньги обеспечивать себя и семью. А, понятно. Денег, которые получали в театре, хватало только на бензин. А сколько получали в театре в Советском Союзе? Ну, я пришел, я ушел из инженеров, и я когда переходил, я говорю, Галина Борисовна, а как, вот у меня такая высокая ставка, потому что вот 1500 в Современнике, ребята получали, ребят, которые уже там лет 10 проработали. А в кино какие деньги платили тогда? А в кино получались, там тоже категории, да, и получалось так, что вот, допустим, съемочный день, высшей категории, 500 рублей. Но если это у тебя главная роль, то тебе еще две репетиции, то есть еще тысяча рублей. А если это количество съемочных дней большое, то... Но в кино сниматься можно было только летом, когда театр был в отпуске? Нет, нет, пожалуйста, снимайся, когда хочешь. Но тебя студия утверждала и обращалась в театр, писала письмо. Ага. Вот так, там студия такая-то, фильм такой-то, режиссер такой-то, утвердили вашего актера такого на роль такую-то, ориентировочные съемки, там количество такое-то, по времени такое-то где-то там, натура где-то там, то-то, то-то. Просим вашего согласия на участие режиссера, да, в съемках. А или директор, или главный режиссер в уголке, это писал, в лучшем случае согласен в свободное от основной работы время. В худшем отказать в связи с большой занятостью в репертуаре. Почему я и начал сниматься так поздно? Я начал сниматься это уже в 36, потому что в Центральном детском, пока я работал, Шах Азизов Константин Зонович, мне утверждали, вам писал, отказать в связи с большой занятостью в репертуаре. Раз отказать, два отказать, три отказать. Я ассистент, они же все дружку знают, все же знают. Да, да, не связывайтесь, ему все равно не разрешат. И только вот тогда я, ну я там начал сниматься первая картина, это была вот, например, Наумович Фоменко на всю оставшуюся жизнь. Но это был отпуск, мне не надо было просить разрешения. Это было лето, отпуск, и поэтому так случилось. А так... А вы, по-моему, когда инженерили, вы были комсомольским активистом, то есть возглавляли какую-то организацию комсомольскую. Это я по молодости. По молодости. Я возглавлял в институте, в группе, потом на заводе я, начальник комсомол-цеха. А в театрах же тоже были комсомольские или партийные организации, или не было? В театре в Центральном детском, да, я что-то тоже сначала возобновлял, но я уже там уже 27 лет, я из комсомола вышел, и слава богу. А в партию вступать не встали? В партию я вступил в Современники. Мало того, я был секретарем парт-организации Современники. Я был месяца два директором, его директором Современники. А при выездах на гастроли за границу этот факт помогал? Вот, членство в партии, там, в общем, какой-то вот... Не знаю. Единственное, что вот когда случился такой момент, когда театр должен был поехать на гастроли в Швецию и Норвегию, это был как бы русский, вообще русский театр, никогда на гастролях в Скандинавии там не был. Это должно было быть театр в Современнике первым спектаклем, первым театром. И уже декорации пошли. И вдруг объявляют, что Гафт и Райкин на гастроли не едут. И тогда театр... А почему не едут, объяснили? Нет, тут они едут, и все. Театр, в том числе и партийная организация, сказали, или они едут, или театр не едет вообще. И театр не поехал. И не поехал, и так и не разрешили. У вас же папа в Комитете госбезопасности работал. Это как-то помогало или мешало, наоборот, в профессии? Ну, в профессии никак, ничего. А один раз это помогло. Я так понял потом, что когда я работал на заводе, я, значит, увольняться, а меня не отпускают. Я говорю, да, ну как? Ну, ребята там из комитета говорят, да, ну, сейчас все. Молчу. А я туда по блату пустил. На завод? Что это за завод? Это отдельная длинная история. Это вот его сейчас ломают, я сейчас езжу мимо иногда. Это первый московский нефтемаслозавод, завод Кошкино. Это вот проспект Мин, ну да, уже Ростокино. Это была каторга. Причем он был единственным в Москве. И там можно было получить высокую квалификацию. Там варили смазки густые, жидкие, ну, автомобильные. И ты с этой квалификации никуда, ты увольнял, и некуда пойти-то все равно. Хотя, и так, три дня утро, выходной, три дня вечер, выходной, три дня ночь, два выходных. Ни праздников, ничего, непрерывное производство. Брали на работу, вот тебя приводят, у нас был цех густых смазок, значит, ну вот полторы. Вот так от стенки до стенки, вот студия и еще половина. Ты там берешь два бетона со смазкой, это такие белого металла тонкого, с крышами такими, может быть, помнишь, и проволочная ручка. Берешь, и если ты донесешь от этой стенки до ту, тебя брали, не донесешь, нет. В перчатках? В перчатках, ну, вообще, по идее, в рукавицах надо было работать, но это реально невозможно было, потому что закручивается, и все, и в результате всего у меня шишки до сих пор остались. От этих проволок? От этих проволок, да. Но я же... И вот, а получилось как? Ну, рассказываю всю историю. Ну, так. Значит, я не поступил в институт. Какой? Я поступал, значит, я вообще хотел на ИСТФАК. Я историей увлекался на ИСТФАК. Но поскольку папа знал только две профессии, агроном и инженер, то он говорит, что я должен увидеть, что мой сын получил одну из этих профессий. А дальше сын пусть делает, что хочет. Ну, поскольку мне, в общем-то, было легко давалось этих тех, и все, я думаю, ну, пожалуйста. И, значит, рядом был ближний, самый ближний, Менделеевский институт. Я туда, значит, и стал поступать. Не поступил. Математику провалил. Причем там потом был, на следующий год был процесс целый, там, блатные дела, там, и все, кто знал, вот как я, последний экзамен подали, и их приняли, потому что поувольняли там тех, кто блатные там были. Ну, я, в общем, короче, не поступил. Не поступил, и, значит, родители в это время были за границей. В Чехословакии, да? Да, в Чехословакии. Мы с дочерью, сестра с ними, значит, а мы с бабушкой. Бабушка меня любила. Вот бабушка, это мой ангел-хранитель. Ну, короче говоря, загулял я малечко. В смысле? Ну, и это тоже, как, друг мой тоже не поступил, одноклассник Сашка Васин. То есть, выпивать рано начали. И мы, значит, выпивать рано начали. Ну, начали, да, да, начали. У нас было так, ну, интересно все. Мы начинали, знаешь, как, если помнишь, были такие вот бутылочки шампанского, маленькие. Не застал, наверное, уже. И мы, как это, мушкетеры какая-то, то есть, вот, четвертиночки. И вот мы покупали, чтобы была батарея бутылок. Батарея шампан-пум-пум. Потом, ну, в общем, всякое. И тут гуляем. День гуляем, два гуляем. Бабушка, значит, это оттуда громкие письма из... Самое, что делать. Она советуется полечить этой площадкой. Соседи у нас были там. Жена, значит, этого Володькина, она была секретарем в народном суде. Бабушке рассказывает. Вот Мишка там, она говорит, а давайте я поговорю. У нас заседатель, она начальник цеха завода, маслозавода. Я с ней поговорю, потому что они возьмут его на работу. Ну, так, говорит, о, хорошо, да. А у меня такая дурацкая особенность была до сих пор. Если уж сказал, что делай. Ну, и еще дурая. Даже если по пьяни? Даже если... У меня, понимаешь-ка, еще было как. Вот я выпивал, сильно выпивал. Но вот до момента отключки полной я на следующий день все помнил. И это ужас, когда утром просыпаешься. Ай, мама такая. Ой, и звонишь там этой... Ребят, простите. Ну, такое бывало. Ну, короче говоря, я вот в таком подпитии, бабушка меня... А, а слабо... И вот это на слабо тоже меня... А, вот ты, а на завод слабо, а вот это слабо. Я говорю, что слабо? Что слабо? На завод пойти, подумаешь. Пирога. Слабо. Ну, мы сегодня пойдем. Господи, подумай. Я просыпаюсь, а мне бабушка говорит, Миша, ты вот насчет завода вчера согласился. Вот я тут договорился уже, тебя уже... Я говорю, а как ты не... Ты же сказал. За базар отвечать надо, да. Надо. Четвертая Тверская, Эмская. Да? Это, ну, представляешь, где это приблизительно. Ну, конечно, да. Значит, пешком до Новослободской. Метро, пересадка до ВДНХ, там троллейбус и троллейбусом до завода Кошкина. Получается, и так утро, да? Пересадки, значит, причем надо приехать на завод, смена 8 часов. Надо приехать хотя бы за час, потому что ты должен с себя снять все, вплоть до трусов, повесить в шкаф, надеть все промасленное насквозь и идти туда, чтобы те, кто, ребята, они должны уйти, снять все это с себя, принять душ, потом одеть чистый, и только тогда ты, значит, ты весь насквозь становишься промасленным. Значит, представляешь себе, да? Это вот мальчик, это добровольно, такого идиота надо было поискать, потому что там в основном работали те, кто жил вокруг. Ну, близко зовут самому, те вот как бы и шли. А тут, значит, школу хорошо закончил, там все, вот, и самое, и, значит, еще такой грамотный. И, ну, стал, как-то, секретарем курсовской организации, стал там все. Ну, в общем, короче, вот такая вот... Бабушка подставила, на самом деле, любимая. Да, она потом просила у меня прощения, и как мы сидели, я говорю, ну, что, иду, сказал. Ну, я тебе, опять-таки, не жалею. Как бабушка отреагировала, когда внук Миша стал актером? Вот она, она в меня верила, в отличие от всех. А что, родители не верили? Ну, отца уже не был, я же не мог ему эту подлянку. Я уже все это, когда он умер... Хорошо, а мама и сестра? А мама, сестра, ну, сестра так, а мама, она сначала была в ужасе. Тем более, когда я ей сказал, что я в студию Центрального детского театра, и у нее первая реакция была такая, Миша, ты будешь играть зайчиков? Так, а бабушка? А бабушка? А бабушка, бабушка, все получится. Она мне роли переписывала, у нее почерк был замечательный, я не успевал. Она мне там, для того, чтобы там штаны подшивала, все тренировали, костюм там, какие-то нужно было для шпаги рези, дырочку, все сделала, все, все. Она мне прям, вот она, да. Из какого периода пошли вот эта череда знаменитых ролей алкоголиков? Какая первая была? После Петровки-38. После Петровки-38, там наркоман же был уже, не просто алкоголик какой-то. Первый наркоман в советском российском кино. И после этого начались неприятности с милицией, я правильно понимаю? Ну да, ну как неприятно, понимаешь, ну просто я их не виню. Ну там, причем, я же говорю, даже были, знаешь, от таких, от противных, да, моментов до каких-то трогательных. Потому что я уже понимал, что если я иду, там, да, вот патруль стоит, и я иду глазом, опа, так, сейчас будут догонять. Ну, видно, как, они же как, их разыскивали лицо сначала. И такое иногда было просто очень противно. А один раз, я говорю, просто вот, слышишь, шаги за мной. Я рука на плечо, говорю, нет, ваш документ, поворачиваюсь. Он молодой, такой, знаешь, как вот, когда румянец на щеках, такой. Поймал. Поймал, поймал, счастливый. Мне просто жалко было доставать, потому что ты бы видел, как поменялось его лицо. Я говорю, слушай, дружок. Он в среднеактёрское, да? Ну да, уже эти самые союзкинематографисты, там, и актёрское, да. И он такой, я говорю, да не грудь, ну не расстраивайся ты, еще поймаешь. Отношение советской милиции к актёрам и нынешней полиции такое же или изменилось? То есть по-прежнему? Нынешней я не берусь. Ну, автографы берут, как-то, за рулём когда? Ну, за рулём, ну, в общем, я как-то, я сейчас бросил ездить, но я старался никогда не нарушать. Давно бросили? Ну, уже года два. Ага, ну, так недавно. Старался не нарушать, но иногда скорость, да. Ну, получалось так, что вот 10 человек тебя останавливают, да, 9 отпускают после того, как узнают, там, поговорят, там, как, чего, там, ты, ты. Зато 10, так начинает тебя, ах, ты артист, ага, вам, артистам, всё можно, ага, ну, ну, сейчас. И он начинает измываться над тобой. Это, конечно. А в советское время такое бывало? Вот так же и было. То есть не изменилось вообще ничего? Так, ну, сейчас, нет, позже, я говорю, ну, что уже, ну, я уже стал, наверное, взрослее, как бы, и уже так, и более носились, так, что, хотя один раз. Причём это всё обычно, ну, там, младший такой, он сержант, там, сестра. А один раз капитан, за то, что не пристёгнут был, он меня права отобрал. Ух ты, это в каком году было? Ну, это ещё вот было при советской власти. Ага, ага. И заставил, а я, мне нужно было уезжать, я говорю, я же не смогу приехать в ближайшие дни, я улетаю над тем, забрать это, ну, всё это. Не, ну, там тоже разные люди, по-разному. Ну, в целом, вы не жалеете, что выбрали эту профессию, что не стали инженером или агрономом? Я не жалею. Я, мне грех жаловаться, потому что у меня просто, ну, ну, не знаю, мне везло так, что я благодаря этой профессии, я увидел весь мир. Я же объездил стран 40, наверное, это же мы гастроли такие, что другой человек никогда за несколько жизней не увидит. Ну, если перескажут, я не знаю, там, даже Латинская Америка, четыре раза Колумбия, Венесуэла, два раза Чили, Бразилия, Аргентина, Уругвай, Новая Зеландия, несколько раз Австралия. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это так интересно, я уже был, благодаря этому я попал в Антарктиду, на остров Пасхи. Ну, что тут, я уже не говорю о том, что, какое удовольствие, лучшие площадки мира театральные. Мы ездили по таким фестивалям, ну, так что мне грех жаловаться. И кино, и кино-то, несмотря на то, что я к нему относился потребительски, и это, конечно, было неправильно, что я зарабатывал, я жил театром, а кино от меня не отвернулось, и тоже грех, в общем, жаловаться. Тоже были очень интересные режиссеры, и работы интересные, хотя много, конечно, было мусора, но нет, нет, я, но, если мне приходится, доводится встречаться с молодыми людьми, которые хотят стать артистами, так, я им говорю, ни в коем случае, бегите, разворачивайтесь и бегите, понимаешь, потому что, вот мне повезло, опять-таки, повезло изначально, потому что я когда самодеятельностью занимался, у нас была Таица Васильевна Яковлева, замечательный наш педагог, она говорила так, она говорила, что любительский театр и профессиональный, это две огромные, несоединимы, не-не-не-не-не-не. Любительский театр, да, и это правда, самодеятельно, это раскрытие, это общение, ну, тюна, это очень интересное. Профессиональный театр, это совсем другое, это жестокая вещь, и она говорила так, вывод, если ты можешь жить без театра, там нечего делать. Я ей верил, я по этому участию не ходил, но позже, я когда все это сделал, я нашел, я должен, будучи инженером, в мозгах-то оставался, я же взвешивал плюсы-минусы. Минусы с точки зрения нормального человека перевешивают намного плюсов. Но у Станиславского есть как гениальная форма, актер это не профессия, актер это диагноз. Ну, если ты ку-ку, что тут сравнивать? А если не ку-ку, то там нечего делать. Ну, пожелания начинающим артистам я услышал, у нас такая традиция, у нас есть золотая рыбка, зовут ее дядя Володя, поэтому пожелания, Михаил Васильевич, золотой рыбки, какой вы озвучите? Ну, у меня, как у бывшего рыбака и отдыхающего с удочкой, вот эта вот рыбка по имени Володя, как-то что-то в этом ненормальное. Пушин карась, поэтому Володя, так. Ну, что, приплыла к нему рыбка и спросила, да? Время тяжелое, рыбка, ты знаешь, да. Ну, вот давай помоги-то нам в это тяжелое время, трудное, постараться быть друг к другу терпимее, уважительнее, добрее. Мы все живем вместе, это только кажется, что каждый так вот, а мы все вместе, поэтому давайте друг к другу будем относиться лучше, помоги нам в этом. А еще, да, еще, извините, у меня еще есть дополнение, Таня, жена моя, она просила тебя, рыбка, чтобы ты помогла нам, людям. Вот она говорит, ну вот, да, сейчас пандемия, да, все это, но мы, люди, переживем. А ведь вот братьям нашим, меньшим собачкам, кошечкам и прочее, прочее, им труднее, они же от нас зависят, а мы тут сами с ним можем что-то делать. Вот, чтобы люди по отношению к ним тоже про них не забывали, вот, и помогали им, и тоже относились к ним и добрее, и ласковее, и терпимее. Помоги, давай, ну, ты же, тебе чего, тебе же не сложно? Или нет, сложно? Молчи, справится. Ну что, я как кошатник не могу не присоединиться к такому оригинальному пожеланию, огромное вам спасибо за пожелание, за разговор, да, я понимаю и разделяю. Ну, извини, потому что рва на все, как бы, ну... Абсолютно понимаю, ничего не объяснишь. Ты понимаешь, что это такая большая жизнь, что тут спит? Спасибо, Михаил Васильевич.